Отлучилась за сыном и осталась без машины. Рабочие эвакуировали транспорт автоледи с ребенком. Женщина оставила машину на проезжей части около бассейна Юргу. Она отправилась за сыном, а когда вернулась, машину уже погрузили на эвакуатор. Как говорит дама, никаких документов ей не дали и сказали ехать на штрафстоянку. И выписали штраф в полторы тысячи рублей. Автоледи согласна была оплатить его, но возмущена отказом вернуть машину на месте. С ее доводами согласились и юристы. Эвакуация является не формой наказания автомобилистов, а мера обеспечения, которая позволяет прекратить правонарушение. Если на месте эвакуации появляется автомобилист, который имеет право управления данным автомобилем, и если эвакуатор еще не начал движение, машину ему должны вернуть. Впрочем, директор фирмы по эвакуации уверен, даме не отказывали. Якобы она сама не просила оставить машину на месте. Вот только так это или нет, выяснить невозможно. Видеосъемку никто не вел. Южноуральцы не раз жаловались на скандалы с эвакуацией автомобилей. Накануне у семьи ребенка-инвалида эвакуировали машину со специализированной парковки. Машина имела разрешение парковаться под знаком, но это не помогло. Так мне надо теперь еще штраф-стоянку оплатить, что ли? Вам надо будет оплатить штраф-стоянку, только штрафы вам. Когда вы предъявите документы, что у вас есть инвалид, вам штраф, который предусмотрен за данным правонарушением 5000 рублей, выписывать не будут. А накануне челябинские полицейские извинились перед еще одним инвалидом, машину которого забрали на штраф-стоянку. Свою правоту мужчине удалось доказать через суд. И только так инспекторы поняли, что неправы и извинились перед автовладельцем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok